Для того, чтобы быть уверенным в нормальном развитии ребёнка, важно и нужно периодически показывать его специалистам. Здоров ли он, всё ли в порядке с его анализами и найти другие вопросы, родители могут получить компетентные ответы только у профессионалов на медицинском профосмотре. Сегодня состояние здоровья ребёнка целиком и полностью зависит от внимательного к нему отношения взрослых. Детки должны приходить раз в год на профилактический осмотр для того, чтобы врач-педиатр оценил состояние здоровья ребёнка, дал необходимые рекомендации. Любые заболевания лучше, если они будут выявлены на ранней стадии. Есть такое выражение – предупредить лучше, чем лечить. Либо на ранней стадии, либо предупреждены заболевания. Сохранить здоровье детей – главная задача, которую ставят перед собой сотрудники здравоохранения. Медики бьют тревогу. Последнее время наблюдается большое количество нарушений осанки, что приводит к развитию сколиоза различных степеней. Выявить это на начальной стадии – значит помочь ребёнку как можно раньше. Хотелось бы отметить, что необходимо проводить профилактику сколиозов как в школе, так и дома. Обязательно на это должны обращать внимание родители. Существуют некоторые мероприятия, которые необходимо выполнять. То есть ребёнок должен носить портфель на двух плечах. Если это сумка у школьников старшего возраста, особенно девушки, подростки, то обязательно необходимо менять руку. Например, в школу мы идём, несём сумку в одной руке, возвращаемся, несём сумку в другой руке. Необходимо уделить внимание спальному месту ребёнка. Патрас должен быть жёстким, подушка не должна быть высокой. Не менее остро стоит перед медиками и проблема, связанная с нарушением зрения. За последнее время число подростков, страдающих ухудшениями зрительного аппарата, увеличивается. Причинами снижения остроты зрения других нарушений являются большие нагрузки на глаза. Как равномерно распределить их, этот совет дают родителям и детям на профосмотре. Детям школьного возраста желательно делать перерывы в работе около получаса, 20 минут, сразу же после посещения школы. Им необходимо не сразу садиться за домашние задания, а немножечко сделать перерыв, хотя бы два часа. То есть рекомендуем им всегда два часа проводить на улице, когда ребёнок не смотрит вблизи, не напрягает своё зрение, а смотрит по сторонам, и это лучшая зарядка для глаз. Необходимо напомнить, что медицинские осмотры дети должны проходить один раз в год в месяц рождения ребёнка или максимально приближенные к этой дате сроки. Такое требование служит своеобразным контролем за состоянием здоровья растущего организма, а также помогает организовать работу по выдаче медсправок. Перед походом в школу ребёнок получает медицинскую справку о состоянии здоровья у врача-педиатра участкового. Срок годности этой справки составляет один год. В этой справке указывается различная информация, медицинская информация о состоянии здоровья ребёнка, вес, рост ребёнка, острота зрения. Всё это указывается для того, чтобы отметить группу по физкультуре, в которой будет заниматься ребёнок в школе, отметить, на какой парте он будет сидеть, дать рекомендации, особые рекомендации по питанию, если это нужно. Юлия Селюк, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.